Видео подготовлено сайтом онлайн bdz.net Давайте выполним упражнение номер 55 на странице 39 Прочитайте начало предложений Придумайте их продолжение так, чтобы сначала получилось простое предложение с однородными членами А затем сложенное предложение Итак, читаем начало первого предложения Я пришел к другу Придумаем сначала предложение так, чтобы оно было простым с однородными членами Я пришел к другу забрать учебник по литературе и карандаши Теперь сложное предложение придумываем Я пришел к другу забрать учебник, но его дома не оказалось Второе начало Тучка набежала Простое предложение Тучка набежала и умчалась Сложное предложение Тучка набежала и пошел дождь Пес-полкан. Пес-полкан лаял и вилял хвостом. Это простое предложение с однородными членами. Теперь сложное предложение. Пес-полкан убежал за рыжиком, но кот забрался на забор. Запишите любую пару составленных предложений. Объясните расстановку в них знаков припинания. Итак, давайте запишем первую пару предложений. Первое предложение. Я пришел к другу забрать учебник по литературе и карандаши. Записываем. Я пришел к другу забрать учебник по литературе и карандаши. В этом предложении мы запятую не ставим. У нас есть однородные тростепенные члены учебник, карандаши, но между ними стоит союз и. Поэтому запятую мы не ставим. Записываем второе предложение. Я пришел к другу забрать учебник, но его дома не оказалось. Записываем данное предложение. Я пришел к другу забрать учебник, но его дома не оказалось. В этом предложении у нас стоит запятая. Это предложение является сложным. Первая его часть. Я пришел к другу забрать учебник. Вторая часть. Его дома не оказалось. Между ними стоит союз, но перед которым мы и ставим запятую. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях. Подписывайтесь на наш канал.